Свято-Никольский собор, Белая церковь, храм Святого Духа. Престур охватил более десяти святынь Бобруйска. Каждая из них уникальна по-своему и отражает дух времени. Сегодня эти сооружения не только украшения города на Березине, но и духовный оплот для верующих. Задумка путешествия – познакомить бобруйчан с храмами микрорайонов и рассказать, чем сегодня живут приходы. Идея родилась с того, что много вопросов, какие у нас храмы есть в городе, какие строятся, когда закончится строительство, какие священники, настоятели. И мы решили сделать такой общий обзор. Журналисты вместе с духовенством посещали святыни за святыней, окунулись в историю каждого места. Сегодня две церкви находятся в стадии строительства. Это храм Преображения на Минской и собор Святого Александра Невского на территории Бобруйской крепости. Он впоследствии станет еще одной жемчужиной города. Сооружение строится за счет пожертвований. Действительно возрождается и не только Бобруйская епархия, прежде всего, конечно, город Бобруйск. В храмах мы говорили, опять же, о том, что было время, что ни одного храма. И сейчас вот показать, насколько город Бобруйск становится более духовным. И от этой духовности, я думаю, опять же, мы все приобретаем. В Бобруйске сейчас 22 священника. Их возраст от 25 до 60. Это квалифицированные специалисты, которые окончили духовные семинарии и академии. И даже имеют ученые степени кандидатов и магистров богословия. Все они держат руку на пульсе и готовы ответить на любые вопросы прихожан. Проконсультировать, например, на темы крещения, венчания и церковных канонов. Причем двери храмов открыты с утра и до вечера. Все они востребованы. Ни один не пустует. Здесь постоянно есть люди, которые приходят за помощью, за беседой. И священники находятся каждый день. И практически целый день находятся. Или дежурные священники. И в частности, и я нахожусь здесь всегда. Для того, чтобы можно было встретиться с людьми, побеседовать, помочь, порадоваться с ними. Или даже, если и в скорби, ну, значит, как-то посочувствовать. За беседой с представителями СМИ клирики Бобруйских храмов много говорили о том, что церковь сегодня ведет активную социальную работу, помогает нуждающимся, кормит бездомных, наставляет заключенных. А еще воспитывает подрастающее поколение. В каждом приходе действуют воскресные школы, где обучают детей основам нравственности и закону Божьему. Кстати, до 15 сентября сюда проводится набор всех желающих. Причем без возрастных ограничений. Вы знаете, у нас уникальные ведь воскресные школы. У нас нет такого, знаете, градации возрастной. У нас за школьной партой сидят люди, которым 16-18 лет. У нас за школьной партой сидят родители, которые хотят понять, как помочь сегодня детям, что нужно сделать, чтобы защитить их. И еще надо сказать, что в воскресную школу можно прийти всегда. Заключительным этапом паломничества по святыням стало посещение прихода храма святого пророка Илии в 6-м микрорайоне и встреча журналистов с епископом Бобруйским и Быховским Серафимом. К слову, она прошла в канун его 46-летия и подвела некий итог деятельности владыки за годы служения. Кстати, в 2018-м он удостоен звания почетный гражданин города Бобруйска. Конечно, предстоит большая работа и дальше, и в воскресных школах, и в храмах, в приходах. Большая работа по воспитанию людей, детей, себя самих. Вот такая духовная большая впереди работа. Людмила Любимцева, Максим Галенка, Бобруйск, 360.